В этом году сразу четыре объекта по уничтожению химоружия прекратят свою работу. Завод в Мородыково один из них. Сейчас там идет подготовка к началу его вывода из эксплуатации. Что из себя будет представлять этот процесс и какое будущее ждет инфраструктуру завода, рассказали руководители объекта Мородыковский. Восемь лет ушло на то, чтобы полностью обезвредить весь Мородыковский арсенал, составлявший 17% всех российских запасов химического оружия. Поочередно в заводские корпуса доставлялись вещества типа ВИКС, зарин и притно-люизитные смеси и боеприпасы сложной конструкции. Уничтожение шло строго по графику и даже с его опережением. Поэтому сейчас завод живет в ожидании следующего этапа. На рассмотрении Минфина находится концепция по выводу объектов из эксплуатации. От объема финансирования будет зависеть и план работ на каждом заводе. Программа консервирования Мородыковского уже составлена. Мероприятий много и большинство дорогостоящие. В проекте это есть строительство огромной печи, огромной дробилки для цементных изделий и кирпича. В них есть, по нашим предметам данных, то, что мы взяли, есть концентрация, превышающая допустимые нормы. Поэтому, конечно, придется работать в средствах защиты. Приезд Валерия Капашина прежде всего подразумевал проверку объекта. Но о нем в последнее время начальнику федерального управления часто приходилось слышать и в Москве. Якобы в прессе пошли публикации о том, что рабочие специалисты сразу после остановки завода лишатся работы. Гулявшие среди населения все слухи и домыслы, генерал-полковник развеял одной фразой. Те люди, которые должны были быть уволены, это 4098 человек, около 5000 человек, они остаются на своих рабочих местах 5 лет. 5 лет. Вопрос закрыт полностью и бесповоротно. 5 лет. Ровно столько времени по федеральной целевой программе отведено, чтобы полностью зачистить завод и подготовить его к передаче потенциальным инвесторам. Варианты перепрофилирования Марадыковского есть, но к ним пока не стоит относиться серьезно, заметил Валерий Копашин. Будущим объекта занимается специальная государственная комиссия, которая, по его словам, постарается остановиться на наиболее подходящем предложении, беря в расчет большие площади и уникальную инженерную структуру объекта. Я считаю, что должно что-то ближе быть к химии. Удобрения, ну что-то к химии. У нас такие сильнейшие лаборатории, они чистые. Лаборатории, лаборатория оборудования, у нас химическо-аналитические оборудования, ну, такое я не видел, я сколько... Что-то ближе к этому. Начало вывода завода из эксплуатации должно начаться в следующем году, а 30 октября пройдет его официальное закрытие. Роман Четверяков, Сергей Щекин, Вести Кировская область.